Новый год в новом доме. Сегодня в Гомеле открылся еще один детский дом семейного типа. В городе «Чаканье чудов». В Гомеле презентовали святочную иллюминацию. На маршрут сегодня вышел и новогодний троллейбус. Час выбрал нас. В Жлобине прошел областный фестиваль авганской песни. Скоробей, маски, мумии в палаце Румянцевых и Паскевичев представили историю старожитного Египта. А сейчас об этом и иншим больше подробно. В Новый год с новым домом сегодня в Гомеле отбилось открытие еще одного детского дома семейного типа. Во уладкованном двухповерховом доме будет жить семья Казаченко, которая выховывает 9 приемных детей. На новоселье побывали наши корреспонденты. Людмила и Анатоль – батьки с великим стажем. Они уже выгадывали четверых своих и троих приемных детей. И вот супруги Казаченко вырешили еще раз стать мамой и татом для детей с особливым лесом. Сегодня у них пять девочинок и четыре хлопчики. Самому маленькому вось-вось полнится два годы, а самому старейшему – 16. Ну здесь детей побольше, ласки, комната будет. По дому буду помогать, папе, маме помогать. В магазин, например, ходить, мусор выносить. До великой компании супруги Казаченко привыкли с детинства. А вот выросли и выховывались в шмадетных семьях. Сегодня они сами заявляются батьками для 16 детей. Про это в ближайший час планируют усыновить еще одного. Хотим еще что-то хорошее, полезное сделать в этой жизни. Так как мы любим детей, мы сами многодетная семья, вырастили детей, выры столько. Мы решили добро сеять это семья нашим сейчас нынешним приемным деткам. Лепший подарок до Нового года великая семья отримала от державы. Дякую чактунной праце Гомельского горвы Канкама были протягнутые инвестиционные сродки на будовництво детячего дома семейного типа. Ее натремал прописку на улице Белецкой. На 180 квадратных метрах у два поверха размещены 4 спальни, кухня, столовая, а так само далекий гульнявый покой. Дом обсталеванный системой вида назирания, усюю необходной меблей и техникой. Так само есть гараж, охарод с теплицей и иншая господарчая побудовы. Дорогие, это уже шостый полик у детячего дома семейного типа у областных центров. В прошлом году было более 10 детей передано в интернатное учреждение. В этом году только двое. Дети, нуждающиеся в государственной защите, попадают в детские дома семейного типа, минуя интернатное учреждение. И сразу уют и тепло родителей они ощущают сразу с первого же дня. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». С поборництва помеж районами «Гомеля» налепшее новогоднее упрыгоживание набирает обороты. Колькость светлодиодов взрастает, архитекторы не стомляются издевлять новыми идеями. Кольки для этого запалили лямпочек и какие новые архитектурные формы взвели, расскажут мои коллеги. Больше как 10 километров светлодиодных стужек, коля 7 тысяч светлокропок, и это только наголовные елцы «Гомеля». В уголе колькость светлодиодов, которые до Нового года упрыгожили областный центр, просто зашкаливая. Над створением святочной атмосферы что год працует целая армия специалистов. Архитекторы, дизайнеры, специалисты службы в Желево-Комунальной господарке «Гарсвятло». Кожный раз имкнуться с девять. Все лето изменилась и тематика светловых композиций, и их колькость. Так на головной площади города з'явилась целая экспозиция со знаков задияку. А на площади працы залетали феи. На таго же у центра города знову почали працавать фонтаны, правда, в зимовом формате. Замес струмения у воды светлодиодные стужки. При этом проиграть у выдатках на электроэнергию авторы проектов не боятся. В городе более 36 тысяч светоточек, это что касается только освещения. На сегодняшний день уже около 9 тысяч – это светодиодные светильники. Вот только в этом году мы восстановили около 2 тысяч. И 100% освещения города Гомеля – это энергоэффективные светильники. Это уже мы идем вторым этапом энергоэффективности, все меняем на светодиоды. До речи, старая иллюминация споживала у шесть разов больше электроэнергии. Поступовая, ее заменяется на светлодиодную. Увы, ни ку рост колькости сучасной иллюминации в городе не только не бье по кишени, але и дозволяя переходить в абсолютный режим энергосберажения. И это еще больше мотивую районы города змагаться за перемогу, что в годовом конкурсе на лепшее новогоднее упрыгоживание. Один из фаворитов конкурсной гонки – Центральне. Летось была проведена колоссальная праца у сквера имя Грамыки. Тут заявился целый парк с архитектурных мини-композиций под назвой «Семь цуда у свету». И вот на пяре дыни 2018-го заявилась подстава «Змянить» назву. Да истнуют же в Додолисе еще две композиции – Римский колизей и Киевский Софийский собор. Дорога, ауторы проекта не выключают, что будучи не парк архитектурных формов будет пополняться. В этом году мы решили концепционно подойти к вопросу именно дальних микрорайонов наших новых. Это 17, 18, 19 именно площадка перед Льдовым дворцом. Это уже место, как говорится, традиционно стало проведение всех мероприятий праздничных. Поэтому мы решили приукрасить данную нашу елку. Граждане это оценят, я думаю, по достоинству. Цветочная иллюминация областных центров будет радовать нас до сяредины студеня. До того часу как раз подведут выники, что готова к конкурсу. Однако створальники светловых объектов в каждом районе кажут, что головная мотивация для их немогчимость отримать перемогу. А праца деля настрой таких же жахаров Гомеля, как и они сами. Кабадзяне светлодиодов взяли и вот же их сузиральников. Ганна Ковалева, Максим Савин, Василия Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на маршрут вышел новогодний троллейбус. Иллюминованный транспортный сродок – подарунок для святов от коллектива предприемства «Агарэлектротранспорт» Гомельшанам. Каждый год переводчик рихтует подобные сюрпризы. Все летнее светление особливое. Троллейбус переливается фирменными колерами предприемства. Это первый троллейбус в Республике Беларусь, который не просто светится. Он переливается цветами. И я думаю, что нашим жителям он понравится. Працовать новогодний троллейбус на 20-м самым протяглом Гомельске маршруте будет до 15-го студеня. А в новогоднюю ночь его пассажиры очакают сюрпризы. Там, где з'являются мэры Поппинс, отбываются отсюда. На передний святой она заветала до маленьких пациентов кардиологичного отделения Гомельской областной детячей больницы медицинской реабилитации. Шоу-мюзикл про добрую и пригожую няню детям представили волонтеры Гомельского медицинского колледжа. Они приехали повиншовать со святом тех, кто захворил и сейчас находится на лечении. А это 90 маленьких пациентов. Выконать детящее ожидание и наполнить их ворчей радостью так само вырошили и активистки Гомельского областного союза женщин. Уже не первый год они ладят доброчную акцию «Тепло жаночих сердцев детям». В этом году уже исполнилось 10 лет. Когда мы ежегодно в преддверии Нового года приезжаем в этот медицинский центр для того, чтобы поздравить пациентов с Новым годом. Дарим им подарки ежегодно. Мы каждый раз бываем в новом отделении. Вот сегодня мы поздравляем пациентов кардиологического и нейрологического отделения. Здесь находятся дети с болезнью сердечно-сосудистой системы, поруками, сердце, ну и другие патологии, кардиологические патологии. Это дети в возрасте от 5 до 16 лет, дети инвалиды до 18 лет. Маленькие дети находятся здесь вместе с мамами. Ну и сегодня к ним пришел праздник, мы начали праздновать Новый год. Волонтеры медицинского колледжа на ватшах у детей увасобили историю про семейство Бэнкс и идеальную няню мэры Поппинс. А после спектакля дети отримали солодкие подарунки. До речи на этом акция доброчинцев не заканчивается. У их планах наведать с подарунками еще некольки установ. Державный мытный комитет провел видеопресс-конференцию на связи всей региональной службы. В центре уваги обновленный мытный кодекс Георазийского экономического союза. Новые правила оформления документов, декларования товаров и мытных операций уступят усилу 1-го студента 2018 года. Распроцовка нового кодекса распочалась в 2013 году. В удосконале негалонного мытного документа, кроме представников органов Державного управления, в першиню приняли удел и делегаты бизнес-колов 5-ти краин Евразийского. Основный акцент сделан на поширении информационного взаимодействия между мытными и державными органами с одного боку и субъектами внешнеэкономической деятельности с другого. Терут нового ведения умогшимость представления попередней информации в электронном выгляде. Это позволит больше оперативно проводить мытные операции, связанные с уведомлением о прибытии товаров на территории Евразийского экономического союза. По нормах нового кодекса значно скоротится и термин пропуску товаров во всех мытных процедурах с одного працовного дня до четырех годин. Так само новый кодекс дозволит выкаристовывать транспортные сродки международной перевозки для перемещения грузов по всей территории Евразийского экономического союза. В таможенном кодексе закреплены ситуации, связанные с приоритетом электронного декларирования товаров. Следует отметить, что если в ныне действующем таможенном кодексе основной формой декларирования было предоставление декларации на бумажном носителе, то новый таможенный кодекс закрепил электронное декларирование. Отдельные таможенные операции будут происходить без участия должностных лиц таможенных органов. То есть сама информационная система будет регистрировать те или иные действия, совершаемые участниками внешнеэкономической деятельности. Сегодня в Жлобине завершился областный фестиваль афганской песни «Час выбрал нас». На протягу двух дней в городе гучали композиции, написанные в разные часы. Про интернациональный долг и выхование почуття патриотизма – материал Олега Сенцюрова. Это фестиваль афганской песни 19-й по лику, причем место его проведения николи не изменялось, а вот статус, что можно окрестить по-иншему, когда ранее у фестиваля принимали в дел только представники Беларуси, то сегодня-то в Жлобин приехали уже в оконавцы с пяти краин света. По великим рахунку в Жлобине собрались и те, для кого патриотизм нечто больше, чем просто слово. После развала Советского Союза афганцы не только опынулись и в разных краинах, а и протягу час ничего не ведали один об одном. По особенности, обновление боевого братерства началось и не в каких годах тому. На взлетах и фестивалях сострокали сослуживцев и знакомы с шуравей, которые служили в других группах. Миноваты эти контакты и позволили поширить формат Жлобинского фестиваля. В форумах, на взлетах, где мы знакомимся с ребятами из других стран, приглашаем друг друга в гости, ездим друг к другу в гости с песнями, с своими репертуарами, со своими концертами даже, можно сказать. За маль 30 тысяч белорусов, которые воевали на афганской земле, до дома не вернулись 771 человек, 124 из них – наши земляки. До этой лишь бы можно додать еще сотни прозвищев тех, кто от былых раненев и хвороб помер в мирный час. Гойные интернационалисты кажут, что в написанном головная тема для их – память об своих сябрах. Тогда о Афганистане и их песнях, чем мы и не отповедали высоким мастерским потребованиям, алияны были об тем, что саправды хвалевала. Тот, который был там и сочиняет какую-то песню, скажем, пускай даже сейчас, новую, но она звучит как-то по-другому. Не в обиду никому. Просто звучит по-другому, потому что он был там, он был за речкой, он прошел там тот ад, который там был. И вот вернувшись домой, мы еще, я благодарен Господу, что еще можем напомнить кому-то, что был когда-то Афган, и мы этого не хотели. Солдаты никогда не выбирают войну, солдаты, наоборот, хотят мира. А то, что мы отдали честно, мы не должны стыдиться. Мы честно, абсолютно честно отдали свой долг родине и присяге. Запаливайся свечи «День доброй мати», «Другий батальон», «Афганский марш», «Виват шурави» – значная частка композиции, яке выконывается в рамках фестиваля «Афганской песни», написаны после заканчения боевых деянов. Ветераны кажуть, что это так само добро. Калитэма памяти и патриотизму хвалюя людей, значит, воевали недарымно. На протягу усяго концерта у зале заховывается тишиня. Гэтая песня не обходна слухать, только молчки. Просок на небеса, последние в своей жизни, спасибо за глаза, за преданность жизни, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо, то, что вы не за спасибо дрались. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадио компания «Гомель» со Жлобина. У Гомеля назвали лауреата у літературной премии «Мя Кириллы Туровського». В этом году у Знагарода отримали пять авторов. Что год премию «Мя Кириллы Туровського» уручают по шести номинациях. Все лета переможцам только пять. Премию не присудили у номинации «Драматургия». Причина – недостатковая колькасть авторов, яке подали заявки. Гэтый год особливый, одразу две круглые даты. 20 годов тому отбился первый областный літературный конкурс «Мя Кириллы Туровського». Пять годов тому конкурс набил большзначный статус. Зараз гэта премия «Мя Кириллы Туровського». С кожным разом конкурсная комиссия усе цяжей вызначать переможцам. Узровень удельников расте. Одна з самых цікавых номинаций – «Открытьтье». Яна открывает для читачоу имена молодых та ліновитых літератур. Все лета перемогу тут отримала Юліяна Пятренка. Даречи творы лауреата у літературной премии «Мя Кириллы Туровського» друкують особными выданнями. Я удячна таким людзям, які сустреліся на моєму шляху життєвым, які допомагаюць молодым починаючим аутарам, які не забываюць про свою мову і про свою культуру. Вельми приємно, што ти пішеш не толькі для сябі, цікап парадаваць своїх блізких, а што гэта кому ці треба. Тому я думаю, на гэтым трымаєцца усім. Вельми много цікавых рукопісів було працтавлено по всіх номінаціях. І, скажу шіра, комісії було працтаваць вельми складана. Вельми складана тому, што нікаторые творы по своїх мастацких вартостях може біць навіть і ровнія. І толькі маленькі недохопы адтягували адного ад другого. І толькі галасованням було прийнято рішення не завсюди однозначно. Але в гэтым, напевно, єсть цікавість, тому што конкурс єсть конкурс. Скарабі і маски мумії у Гомілі працтавіли гісторію старожитнага Єгіпта. Выстава размістілася одразу у шасті залах Палаця Румянцевых і Паскевичаў. Релігійне верування, архітектура, гісторія, культура старожитнага Єгіпта притягують увагу дослідшікав на протягу многих стагодзів. Вакол гэтай країны панує шмат міфаў і легенд. Выстава «Скарбы старожитнага Єгіпта» – масштабны аддукаційны праект, які утрымлювае більш як 300 прадметов, серед яких як докладныя копії, так і оригіналы. Фрагмент саркафага, тканіна, ювелірне опрыгожвані, амулеты, пралады працы, ритуальныя скульптуры і нават мумії, оригіналы яких заховуюцца ў розных музеях свету. Экспозиція форміравалася спеціалістамі египтологамі на протягу 10 годів. У її стварэнні удзельнічалі гісторыкі і археологі з США, Германии і Велікабритані. Выстава рані експанавалася ў країнах Латінской Амерыкі. Гомель став другім горадам Беларусі пасля Мінска, які отрымаў шанс паказаць гэты праект ў нашай країні. Паскільки компанія, яка зробила цю выставку, знаходиться територіально в Латінській Амерікі, це компанія Агасин. Выставка об'їхала всі країна Латінській Амерікі, була в Бразилиі. В общій сложності її увидели мільйоні посетителей. На територію Європи, як я вже говорила, на приїхала вперві. Мінск був першим городом, тепер она в Гомеле, далі поїдеш в Румынію. І на проконці випуску попереджені об небезпечній метріологічній з'яві. У неділю 24-го снежні на більші часи території Гомельській області чекається узмацненні ветру поривами до 15-20 метров за секунду. Гэта інші новіна Ви можжці знайсці на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Увсяго добрага і до зустрічі у ефіра.